День Республики Чебоксарах официально пустили движение по первой очереди Московского моста. Реконструкция началась еще в декабре 2015 года. Мост давно находился в аварийном состоянии. И учитывая его важность, для столицы республики было решено не просто отремонтировать дорожное покрытие, а построить практически заново. Московский мост в Чебоксарах построили еще в 1966 году. Он соединил два района и стал важной составляющей транспортной сети столицы. Так что оставлять его в аварийном состоянии было опасно. Ежедневный поток машин создавал здесь крупные пробки. Он обеспечивает транспортные связи с жилыми кварталами, с крупными промышленными и коммунальными зонами. Реконструкция Московского моста и увеличение до шести полос позволит увеличить пропускную способность в полтора раза и составит 43 тысячи автомобилей в сутки. На реконструкцию в целом было выделено полтора миллиарда рублей. Сейчас строители освоили половину. Более 600 миллионов выделил федеральный бюджет, более 130 и республиканский. Этот мост строители называют особенным. Особенность моста это то, что современные способы строительства позволяют сделать его монолитным. То есть увеличена долговечность. Применены современные материалы гидроизоляции. Уложен современный асфальт-чима, который хорошо отводит воду. Ведь главные проблемы по всем объектам дорожным это отвод воды. Выполнены очистные сооружения, которые сейчас я говорю по современным нормативам запрещен сброс воды напрямую в водоемы. Это вот через специальные системы очистки. Срок службы объекта не менее 50 лет при должном ремонте и уходе. При строительстве генеральным подрядчикам были задействованы в основном местные строители. Только четверть из всех рабочих – приезжие специалисты. Ребята отметили, что покрытие ровное и проехать по нему в числе первых им было очень приятно. Машина пойдет, а палки проваливаются. Да, лучше ли машина, потому что для них предназначено было. Интересная идея. Новая и популяризация спорта идет. Да, мне понравилось. Минувшей ночью мост был полностью закрыт. Специалисты проводили перенос контактной сети, чтобы уже утром здесь можно было открыть движение общественного транспорта. Когда строили этот мост, строители, создатели, проектанты, ученые думали, что машин будет не так много, общественного транспорта тоже не так будет много, но все те прогнозы, которые делают, они не оправдываются. Думали, что город не станет полумиллионом. И хочу выразить всем благодарность за то, что работали на результат. Как одна команда, как одна семья. Уже в начале июля генеральный подрядчик приступит к строительству второй очереди моста. А во второй половине 2018 года шестиполосный московский мост будет полностью открыт для движения. На первый взгляд может показаться, что здесь зачем-то покрасили землю. На самом деле это гидропосев. Здесь специально посеяли зеленые семена, чтобы было видно, что скоро здесь вырастет дрова. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика. С праздником Чувашию поздравила председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко. Чувашская Республика – субъект Российской Федерации с мощным промышленным и сельскохозяйственным комплексами. Многие поколения ваших земляков активно работали для укрепления индустриальной мощи страны, заложили прочный фундамент нынешних успехов в экономике, сельском хозяйстве и социальной сфере. Уверена, что жители республики будут и впредь беречь традиции предков, способствовать процветанию региона своим трудом. Сказано в поздравлении. В День Республики открываются не только социальные объекты. Сегодня ввели в строй новую линию на кондитерской фабрике «Оконт». Подробности у Дмитрия Ковалева. Кондитерская промышленность республики демонстрирует определенные успехи. На этой фабрике с открытием новой линии в разы увеличится объем производства шоколадных конфет. На реализацию инвестиционного проекта фабрика затратила порядка 250 миллионов рублей. Мощности этой линии позволяют выпускать более 40 тонн кондитерской продукции в год. С ее открытием были созданы и новые рабочие места. Конечно, мы и свою цель тоже преследуем. Главной целью, конечно, у нас является увеличение мощности предприятия, увеличение экономической и такой конкурентной возможности предприятия на кондитерском рынке России. Тем более, вы знаете, мы уже десяток лет являемся одним из крупных экспортеров в России по кондитерским изделиям и по промышленности Чувашской республики. Нам это нужно, нам это необходимо. Маркетологи предприятия продолжают изучать потребности иностранных рынков. Экспорт чувашской продукции увеличивается в геометрической прогрессии. Местные конфеты известны далеко за пределами страны – в Европе, США и Китае. Эта продукция будет продаваться за пределы Российской Федерации на экспорт. Это очень важно. Вчера, общаясь с японцами, с китайцами, с официальной делегацией Ирана, Индонезии, Палестины, с разными странами Евросоюза, я убедился в том, ваши конфеты потребляют, оказывается, очень и очень многие страны. Ну а главными дегустаторами, произведенные на новой линии конфет, стали школьники. Дерга, разрезайте много-много, едайте своим друзьям. Привет! Ребят пригласили и на экскурсию по фабричным цехам. Им показали всю цепочку производства конфет. Юные эксперты сделали свой вывод. У них вкус прям по-настоящему шоколадный. Они производят все натурально. Натуральное молоко, натуральный шоколад. И все это вообще чувствуется. И ты просто, когда берешь рот, оно просто прям тает. Дмитрий Ковалев и Олег Якимов. Республика. Новоград в Чебоксарах. В день республики в микрорайоне Новый Город открылся детский сад на 160 мест. За один год здесь вырос Новоград со своими улицами, домами и жителями. Так называется 205-й детский сад. Сегодня малыши отмечают новоселье. Семь групп, музыкальные и физкультурные залы, кабинеты психолога и логопеда, медицинский блок. Все, как и во многих детских садах. Но Новограду есть с чем удивить и дошкаляться. Здесь открылись кабинеты 3D-моделирования, цифровая и химическая лаборатория. И все по-современному. Этого требуют и новые образовательные стандарты, в числе которых обязательное знакомство с профессиями. Вместе с детьми на открытие пришли и родители. Это по их просьбе здесь началось строительство важного социального объекта. Мы вместе с вами в постоянном диалоге находились, находимся и будем находиться. Потому что мне лично нужна обратная связь для того, чтобы минимизировать при принятии и политических решений, и управленческих решений. Чтобы минимизировать ошибки. И у нас на самом деле получается. И тем самым создается благо для всех нас и прежде всего для наших детей. В Чебоксарах в этом году открылся уже второй детский сад. В августе ко дню города распахнут свои двери еще два. В микрорайонах Ольгешево и Радужный. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика. Ко дню Республики приурочили открытие еще одного социального объекта. Фельдшерско-акушерского пункта в селе Козловка Парецкого района. ФАП в селе Козловка уже шестой по счету в Парецком районе. Глава Республики отметил, что качественная медицинская помощь станет доступнее и в других селах. Для того, чтобы продлить долголетие ваше, для того, чтобы в шаговой доступности оказывать качественные медицинские услуги, мы приняли на уровне Республики ответственное решение. Каждый второй ФАП, который стал ветхим, мы сегодня сносим и строим новые современные инновационные фельдшерско-акушерские пункты. Новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Козловка Парецкого района вырос буквально на глазах. Его возвели за три месяца, оснастили современным оборудованием. С этого дня жители трех деревень смогут приходить сюда за медицинской помощью. Для местных жителей, которые сейчас встроены, сегодня модульный ФАП, это очень хорошо. Мы очень рады, что про нас не забыли, хоть о дальний район. Прием здесь будет вести не только врач-терапевт. Планируется, что будут приезжать и узкие специалисты, окулисты, гинекологи и другие. С этого года мы еще запустили проект в Министерстве здравоохранения мобильной консультационной поликлиники. То есть узкие специалисты, которые сегодня не хватает в районах, могут приезжать сюда вести прием. И на перспективу мы хотим сделать такой жесткий график по республике. Люди будут знать, когда они будут приезжать сюда на места, чтобы получить консультативную помощь. Всего же в этом году планируется открыть 25 новых модульных пунктов по всей республике. Чувашия Михаил Игнатьев поздравил митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнаву с тезоименицством. Митрополит Варнава в миру Владимир Викторович Кедров отмечает именины в День апостола от 70 Варнавы, епископа Медиаланского. Михаил Игнатьев пожелал владыке Варнаве крепкого здоровья, долголетия и осуществления всех планов. Глава региона также отметил вклад митрополита в укрепление православия, межрелигиозных отношений и воспитание подрастающего поколения. Поздравить в Варнаву пришли верующие горожане. Праздничная литургия прошла в Покрово-Татьянинском соборе. Глиняные горшки, куклы из бисера, деревянные скульптуры. В Чебоксарах вновь расположился всероссийский город ремесленников. Конкурс «Русь-мастеровая» уже в 15-й раз собирает в одном месте шедевры народного творчества. Мастерская ремесленников расположилась на площадке Национального музея. Участники конкурса ковали мечи, вышивали картины и изготавливали украшения из камня. В Чебоксары приехали умельцы более чем из 20 регионов страны. Жители старинного города Кола Мурманской области представили на суджури игрушки из бисера, которые славятся на всю Россию. У нас город славится и рыбой, у нас город славится, у нас коренное население Саамы. А дружки из бисера там? Делаем только мы. Ну вот такая тема, нам понравилось, это делаем только мы, поэтому это наше. Здесь вот, например, представлено и ткачество, бестанковое, что сейчас почти никто этим не занимается. И обычное бисерное низание, чем занимаются все. Но в соединении оно дало ту работу, которую мы хоть сегодня представляем на конкурсе. По правилам конкурса мастера за 8 часов должны создать произведение искусства, которое оценит члены жюри. Конкурс «Русь-мастеровая» проходит в Чебоксарах в 15 раз. Количество его участников увеличивается каждый год. Всероссийский фестиваль народного творчества «Рыдники России» давно стал обязательным пунктом праздничной программы Дня Республики. Вчера и сегодня днем артисты выступали на разных площадках, а затем собрались в Чебоксарах на традиционное шествие. Буквально полчаса назад моя коллега Юлия Важенина успела познакомиться с некоторыми коллективами. Сейчас мы находимся в самом центре шествия фестиваля «Рыдников России». Такое чувство, как будто ты сам являешься частью театрализованного представления. Везде звучат разные народные напевы. Прямо сейчас «Рыдники России» из 26 регионов слились в один большой наголосный ручей, который льется от национальной библиотеки. И прямо до Красной площади. В этом году «Рыдники России» отмечают 25-летие. За четверть века фестиваль «По праву» стал одним из самых ярких, масштабных творческих форумов в культурной жизни не только нашей Чувашии, но и всей страны. Здравствуйте! Откуда вы? Станица Вешенская, Ростовская область. Ну как вам впечатления от фестиваля? Нам все очень нравится. Масштабное спроведение. Мы первый раз у вас, поэтому нам очень нравится. Что вы нам привезли на фестиваль? Казачьи песни и танцы. Очень нравится, как принимаете, как улыбаетесь. Такой солнечный город, просторный, много зелени. Мы вас любим. Нам уже в этом году будет 30 лет, поэтому мы все знаем о русской песне, о русской традиции и стараемся поддерживать эту красоту. Мы уже третий раз на этой земле. Мы восхищены, в восторге. И потому, что здесь общение, такой контраст различных коллективов. Поэтому мы очень рады и хотим пригласить всех в Белгородскую область. Очень рады, что мы попали на этот фестиваль. Все великолепно. Мы очень полны впечатлений. Большое спасибо, что нас пригласили. И всех с праздником. Мы выступаем в Смоленской областной филармонии. И выступаем по Смоленской области, но вообще ездим по всей России. Как вам у нас? Очень красиво, очень хорошо, потрясающе. Самое лучшее впечатление. Спасибо большое за теплый прием. О, по примере! Привет, Кикоксара! Сейчас на Красной площади уже ждут участников фестиваля. Именно там состоится галоконцерт. А если вы еще не видели выступления народных коллективов, но очень хотите, у вас есть такая возможность. Приходите на Красную площадь или не выключайте телевизор. Мы покажем вечернюю программу в прямом эфире. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика. И, как уже сказала Юлия Важенина, в эти минуты на Красной площади начинается вечерняя программа праздника, которая завершится фейерверком. Вчера отгремели залпы конкурсного дня фестиваля. В этом году участвуют пять пиротехнических команд из Чебоксар, Симферополя, Баку, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. С 23 часов с первыми залпами салюта на официальном портале республики запустили голосование. Оставить свой голос за понравившуюся команду можно было до 14 часов сегодняшнего дня. Мнение зрителей наряду с решением профессионального жюри учтут при выборе победителя фестиваля. Лучшая пиротехническая команда 24 июня в 22.30 получит главный приз – Гран-при 10-го международного фестиваля фейерверков. А затем зрители ждет гала представления. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь, а прямо сейчас мы расскажем о компании-участнице межрегиональной выставке региона «Сотрудничество без границ». Строительная фирма «Отдел Финстрой» и проектная компания «Гиппроект» подписали соглашение о совместной работе. Облик нового микрорайона в Чебоксарах теперь будут разрабатывать нижегородские специалисты. Основная их задача – не победить сложный рельеф, а вписать в него дома. Буквально три недели назад мы проводили городостроительный совет, где обсуждалась концепция застройки. Эта концепция была администрацией города одобрена и принята в работу. Уникальность еще нашего микрорайона в будущем – это то, что он располагается, помимо того, что на пересеченном месте, он непосредственно примыкает к реке Сугутка. На сегодняшний день она несправедливо забыта, она заброшена. И одна из задач, которую мы ставим перед архитекторами – реанимировать ее, вскрыть, обеспечить доступ горожан к этой реке. Подобный опыт работы с иногородними архитекторами у компании отдел «Финстрой» уже имеется. Дизайн-проект жилого комплекса «Премьер», что сейчас активно застраивается за монументом матери-покровительницы, был разработан казанской творческой группой и уже получил положительные отклики не только у Чебоксарского архитектурного сообщества, но и у самих горожан. Этот застройщик вообще не боится сложностей. К примеру, сейчас компания пытается реанимировать заброшенную промышленную территорию города. Площадка является поистине невкусной, потому что здесь открываются потрясающие виды на Болжские просторы и Чебоксарский залив. Кроме того, строительная компания отдел «Финстрой» – одна из немногих в Чебоксарах заботится о благоустройстве дворов. За 20 лет работы здесь уже научились предугадывать желания покупателей. Один из лучших примеров – микрорайон «Радужный». Совсем недавно он отметил свой первый пятилетний юбилей. Его главная изюминка – современные детские площадки и пешеходный бульвар с фонтаном. Осенью прошлого года работа стала лауреатом московского конкурса «Лучший ландшафтный дизайн». Екатерина Храмкина, Вадим Владимиров, Вести Чебоксары. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова